В этом видео я проживу 100 дней в Майнкрафт-хардкоре на версии 1.20, тропы и сказки, невероятные приключения с верблюдичем, смешные моменты, красивые постройки, банька-парилка и финальная битва с боссами, даже с Варденом, это вам не шутки. А вот те ребята, что не подписаны на мой канал, отличные юмористы, за такой-то контент грех не оформить подписку на канал. Всё, не смей больше задерживать, погнали! Мыло и воды. Да, мыло лучше в душе не ронять, даже новое меню появилось, обязательно включаем режим экскременты. Стоп, я же могу... Дерево это такой баян, ведь теперь можно из тростника делать. Не смогли смириться с поражением, и куда вас это привело? Снова ко мне. Бабузы, боже мой, теперь я не умру с голоду. Этот мир мне уже нравится. Привет, будешь со мной? Дружить? Люби меня! Я надеюсь, никакая тварь на меня сейчас отсюда не вылезет. Чё здесь происходит? О, о, гляна, полегче. Неплохо. Я на сегодня явно не на моей стороне. Зачем на камер надели женские трусы? Возьму два. Овечки? Нет! На вас бросили 250 тысяч тонн демократии. Я попробую лодичку. Тёплая. Вот так поспишь, а проснёшь и в Австралии, где на тебя с небес падают пауки. Бррр. Отличное место, чтобы скурить бамбук. Вот бамбук, это я понимаю. Они вот эти вот толстые, длинные, тёмные стволы, никому не нужны. Сколько? Да ты жёг! Будь добр, плыви обратно, откуда всплыл. Подкидыш зевса какой-то, блин. Я тебе твой трезубец засуну в ж... Ааа! Ночка была буртной. Не все её смогли пережить. В моей бамбуковой халупе, первую букву надо не менять, есть всё необходимое для скромной жизни. Но сейчас меня волнует вон та дырочка. О, пресвятое отверстие! Да помоги собрать железо! Не на гроб, но на броню чудесную! Ну, это оказалось как-то даже проще, чем я ожидал. Ну, я доволен, в принципе, да. Да, красота здесь убийственная просто, поэтому шахты идти я не рискну. Кажется, у кого-то сегодня отключит холодное водоснабжение. Как бы здесь хорошо ни было, но мне пора двигаться дальше. Ведь то, что было в прошлом, уже не важно. Важен лишь нынешний выбор. Валим и поможем, ветер, май, сурвал! Капитан Залу... Оооо, это руины? Класс, сейчас кого-нибудь откопаем! Вики говорит... Что за Вика? Вика Майнкрафта, что нужен подозрительный гравий. Ты подозрительный или ты? Да я вас всех подозреваю! Не знаю насчет гравия, но здесь чертовски подозрительная земля. Что ты есть? Кажется, я подозрительно тупой. О боже, это действительно оно! Это, это мусор! Оказывается, здесь есть не только стекло и краси... Вот это неожиданный поворот. Поводок? Нифига себе! Класс! Пойду повешусь. Примерно так же я утром сижу на керамическом троне. И давлю глину. Да, именно так. Ооо, снова гли... А, нет, это покруче будет. Это новая офигенная пластинка. Ес! Нет, ну это явно перебор. Не, в натуре. Итого, за несколько дней игры в симулятор карта я поимел две мотыги. Сразу из глаз долой и чертов гравий. Два поводка для меня и для друга. Пластинка аранширов релик. Куча кузнечных шаблонов. И вишенка на торте мертвый куст. Я так жить больше не могу. Мне нужен мешок. Простите, кролики, но это вынужденная мера. Ну, постой, подожди. Я тебя понимаю, маленький центр. Your bunny's wrote the letter... Да, поймал. Это только первая шкура, она до 6. Пакуйся с миром, кролик. Оу, оу, удачное место для захоронения я нашел, скажу я вам. Шкура не человек. Другому не достанется. Тут появились дела поважнее, знаете ли. Главное, чтобы мне сейчас кролик привет сверху не передал. Золотое яблоко. Найс, неплохо. Еще золотое. Найс. Зачарованное. Мешок. Нужно срочно. Ох, верблюдич, друг мой. А я искал тебя-то по всей пустыне. И лишь смерть разлучит нас. Ты не так-то быстро. Он, кажись, под солями. На. Мне лучше скажите, откуда в песчаной пустыне столько рыбаков? Вы где рыбачить-то собрались, придурки? Где здесь? В этой луже? Я думал, это туалет. Ща, верблюдич, я заберу их продовольствие, чтобы не было больше мотивации рыбу поймать в пустыне. Привыкни к аппарату нам. Ой, ну нормально. Не топи ты! Судя по тому, сколько здесь золота, здесь закапывали чиновников прошлых цивилизаций. А еще говорят, я скучно провел лет. Да я лишь за несколько дней пересек Амазонку, побывал в двух пирамидах и уже катаюсь по дикому западу на верблюде, которого украл у песчаных рыбаков. Куда круче-то? Умный в гору не пойдет. Умный в гору на верблюде взойдет. Не, если честно, то на верблюде тяжеловато по лесу передвигать. Вот это не подгон, а подгонище. Так, Соль, тут я оставил тебе. Не скучай. Собственно, а где вход у этих чувака-разбойников? Ну, чтобы провести обыск, вход через парадную дверь необязателен. Они даже ничего не подозревают. Ща погоняем лысого. Кстати, да, почему они лысые? Не-не-не, давай иди с этим самым. Лично, первый-то там есть. Можно, наконец, перестать мочиться под себя. Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться. Ё-моё. Тебе еще здесь мне не хватало свалить. Хорошо, они не ходят сквозь стены, иначе было бы трах тебе дох. Обычно разбойники не увлекаются литературой, так что я это, пожалуй, заберу. К сожалению, огнивы у меня нет, зато у меня есть огненный зад, который я нашел у разрушенного портала. Уай, ребзи, у вас кто-то утюг в доме не выключен, как Джаля. А у вас имение горит. Заметили? Это? А, да. Теперь это больше напоминает карту Скайгрид. А, бэйби, как ты здесь только уцелел. Тут по-любому должен быть сундук. Может быть, в нем даже будут алмазы. Да ты издеваешься! Мне нужно железо. Не показывайте это видео экоактивистам. Не, ну добыть алмазы, при этом ни разу не спустившись глубоко под землю, это так круто. Ой, так довольно качать головой, словно это он их добыл, а не я. Теплый океан, здесь можно найти яйца. Не, свои у меня пока еще на месте. Я понимаю твою боль. Я так понимаю, это кровная месть. Я принимаю твой вызов. Ай, Моська, знать она сильна. Уважаемый Долфин, я вообще тут яйцо ищу. Не мешай, пожалуйста. Да где ты там опять застрял? Я был знаком с ней с начала 90-х, это был дельфин тяжелой судьбы. Ох, кажется это яйцо. Да, это оно. Нет? Это просто уголь. Че давим на этот раз? Снова глину? Да уж, товарищи. Дело на самом деле дрянь. Такими темпами яйцо не хочу, а я не найду вообще. Поскольку вероятность его нахождения очень мала. А подводные руины не спавнятся на каждом шагу. Это яйцо! Да ну нафиг! Это победа. Верблюдич, пора найти новый дом. Дон-дон, дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Когда успели добавить новую профессию? И почему он голый при этом? Чего ты хочешь? Помогите! Житель, экзакипиционист такое! Ого, два отверстия в одном месте. Надо ей позвонить. Япония слева, Кавказ справа и огненный закат позади. Да, сюда, туда, сюда, туда, сюда. Да, красиво. Аж не знаешь, куда сперва я посмотрю, согласен. Мне нужна плоская земля. Просьба Шаро-Обэмам не паниковать. Чикен, земля тебе пером. Мусор, мусор, мусор. А его часто что? Закапывают в землю. Правильно. Однажды люди пришли к тому, что бамбук можно не только курить, но и строить из него. Откуда курится на земной площадке? Япония похорошела при Майнкрафте. Это благородная розовая вишневая роща. Так, 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 я прошу прощения, на чем мы остановились? Благородный розовый цвет отнюдь не считался женским. Он присутствовал и в мужских нарядах. В древности мужчины считали розовый цвет менее агрессивным вариантом красного, который имел сильные ассоциации с войной, кровью и цветом королевских символов. Как описать золотые инструменты в Майнкрафте, не произнеся при этом ни слова? Мне нужен дом 2. В смысле, второй новый дом. Но мне еще нужен мох. Искал мох, нашел зачарованное яблоко. Дресец. Ты не смотри, что рост там мал. У меня в штанах амбал. И тебя я вру... Это когда возвращался домой и до тебя докопался местный алкогольный полуфабрикант. С каждым разом в этом мире странностей становится все больше. А это портал в закулисье, я так понимаю. О, корабль. Нашелся мох, эмси-пох. Будь пирата на розовых лодочках. Не знаю, как бы я на это отреагировал. Плач, обсидиан он. Жаль ее, конечно, одна тут останется. А я напомню, вот как выглядит поход за мхом на версии 1.20. Получился, знаете, такой вайб бамбуково. Внутри все получилось в необычном азиатском стиле. Ну, а в дальней части помещения у меня склад с плавильней шахтой. На втором этаже стол для таро и астрологии. Вышел заяц на крыльцо. Почесает свое яйцо. Сунул лапу. Нет яйца. Так и шлепнулся с крыльца. Мораль басни такова. Яйца надержать теплее безопасности. Я родился. Ура! Теперь у нас есть плюс один. Бесболезный моб в игре. Да! У тебя они хорош, да? Будешь здесь на улице закладки мне искать. Все, давай, я пошел. Класс! Снова моя любимая археология. Симулятор домработницы. Убийственная красота номер 2. Буквально. Что за заварушка? Нужно заботиться о своем здоровье. Я за безопасное бурение. А ты? Впервые добывай алмазы. Уже алмазной киркой. Делайте ставки. Дамы и господа. Соберу ли я все алмазы до того, как сломается кирка? Ставить в квартиру родителей я не рекомендую. Один. Все-таки есть закладка, да. Я так и знал. Фак. Это факельник. Из него мы получаем? Мусор. Его даже в бамбук не забьешь. Ты. Зацените, что я нашел. О, пластинка. Мало того, что случайно спавнера услышал, так еще и алмазы в подарок. Ладно, пластинка трэш. Ферма опыта подождет. Голод не тетка. А ну, брось, бегу, кому сказал. Че это, че это, че это? Это редька, да? Зачем это? Если я даже в горшок это засунуть не могу. Ферма опыта. Так зомби будут сливаться по течению жизни. И тут я и буду... Салам алейкум, короче. Выключаем свет и... Быстро валим. Нет, не бейте. Словно багаж в аэропорту. Ну что, ребята, можете начинать извиняться. Я вас милательно слушаю, да? Помнишь меня? В тот раз у меня сломалась кирка. И в этот тоже. Броня. Защита 4, 4, 4. Прочность. В семье не без уродов, как говорится. Пора бы уже отправиться в ад. Портал сделаем здесь. Кто бы мог подумать, что для портала в ад будет такой милый уголок. Баба-бинго, бастион! Прости меня. Пигленчан. Помолчать! Гастам слова не давали. А сейчас будет наглядный пример капитализма. А вот, собственно, что я здесь забыл. Сходка эндерменов? От лишних глаз я не откажусь. Я загнал себя немножечко в тупик, да. Главное, по свинюхе не попасть сейчас. Не надо, поруся! Ад вашему дому. А мы здрасте. Прошу прощения, а это точно ад? Да. Фу, как не культурно. Стоячков и фритов мне, пожалуй, хватит. Теперь нужен Незерит, потому что это основа. Это вот база. Снова археология? Даже в аду? Не, ну здесь это как-никак стати. Это последний. Ура! Победа! Для кузнечных шаблонов нужна куча алмазов, в добыче которых мне поможет моя новая кирка. Или не поможет. А, боже мой! Слышь, сама ты мышь! Я питон! Не хватало еще на Вардана нарваться. Мне кажется, я еще не готов. Во всяком случае, его нет дома. И слава богу. Ну, Моджанг, вот вы и даете, конечно. И чего только они не придумают. Это прям Грег Техмод какой-то уже. Порой нам нужно принять решение, от которого будет зависеть наша судьба. Нет, ну неплохо. А если вы литрах, у меня будет словно пояс по борьбе. Думаю, пора убить дракона. Глубоковато, однако. О как. Осталось найти портал. Нет. Ну не говорите мне, что здесь может быть Вардан. Я так не играю, нет. Вардана нет дома. Кстати, здесь не было ни одного глаза. Везунчики. Пожелай мне удачи в бою. Не пугай меня. Так, Майнкрафт. Так и хочется сказать. Скучно, девочки. Ох ты ж. Ну, так уже повеселее. Звуки попкорна. Брат Итачи, когда вернулся в деревню. Грустно на самом деле. Блин, а интересно, а яйца дракона какой категории? Ну, если бы они не продавались продуктовым. С богом. Так, где я? Где я? Майнкрафт! Ну, зато корабль очень близко к спавну. Причем вон там он еще один корабль. Халява! Интересно, а добавят ли измерения с Варданом? Было бы очень круто. Минус один босс. Есть еще Визер. А как же Вардан, который боссом даже не считается? Вообще, кто сильнее? Визер или Вардан? Можно проверить. Отлично. Первая головка. Ах ты! А ну иди сюда, ты говнюк! А ну смотри, кто это у меня тут. Ммм, как вкусно! Маленький засранец. О, вторая. Благодарю, головач. Лена. Наконец-то третья. На самом деле, мне даже повезло. Хоть уголь появился, наконец, к 87-му дню. Осталось решить вопрос с бамбуком. А то дерево нынче не в тренде, знаете ли. Да и вообще оно у меня закончилось. Так что Визер с Варданом немного подождут. Ты таблички-то читал? Нет? А вот стоило бы на самом деле. Нет, победа. Вот теперь своим участком я доволен. У нас тут оздоровительные процедуры проходят с верблюдечем. В потрясающем горячем источнике. Вопрос с деревом, точнее бамбуком, тоже окончательно решен. Ну, теперь-то и помирить не стыдно. В смысле, сразиться в равном поединке. Пивка для рывка! А самое важное зелье не варится без шлема вот этих вот товарищей. Без зелья, черепашьей мощи идти к Вардану это просто самоубийство. День 101. Так что, даже если я умру 100 дней, я уже прожил. Пошумим! Валим. А где Вардан-то? Я трижды пошумел, ничего не вижу. Видимо, Вардан решил, что такой противник ему не ровнее и даже не вылез. К сожалению, Визера он не признал. А теперь самое интересное. Я вообще делаю это впервые. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. На самом деле, у меня есть какая-то тактика, и я буду ее придерживаться. Вардан такой же древний и сильный, как Пикл. В равном, ближнем бою у меня с ним нет ни единого шанса. Поэтому я вынужден прибегать к различным маневрам и техникам, чтобы одержать победу. Зарядил. Смотри, что делал. Черепашьи зелья. Ух, вот это я задоджил сейчас. Нет, ну Визер с ним и рядом не стоял по силе. Все, я тебя понял, с луком не вариант. Давай теперь померимся лишь грубой силой в ближнем бою. Все, как ты любишь. Древний слепошара. Меня лишь напрягает, что у него ХП даже не отображается. Ну и ночка выдалась. Не все, конечно, было по плану, но убить Вардана уже большое достижение, скажу я вам. Буду очень благодарен за поддержку ролика в любом виде. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.